На испытаниях создали условия, как на передовой. Цель расположили в середине поля. Туда необходимо долететь и сбросить снаряд. Мешает сильный ветер и, естественно, противодроновые ружья. Главе региона Вениамину Кондратьеву показали, на что способна новая техника с кубанской пропиской. Три производителя представили свои изобретения. Губернатор подчёркивает, как важен их инженерный талант в условиях сегодняшних вызовов. Дальше всех продвинулась одна из IT-компаний. Их дроны уже испытывали в ноябре прошлого года. После этого опытные образцы отправились за ленточку, где военные их опробовали в полевых условиях. При разработках новых моделей учитывали их замечания. Теперь манёвренные грузоподъёмные коптеры, обходящие противодроновое ружье, встали на конвейер. Мы в прошлом году начали активно заниматься беспилотниками. И ваша компания, я считаю, моя точка зрения, но с этим должны согласиться профессионалы, максимально активно продвинулась к конкретным результатам, которые сегодня, поверьте, точно будут востребованы в виде вот этих самых беспилотников. Их дроны с говорящим названием «Камикадзе» уже показали себя в реальных боевых условиях. А ОСА, тоже их производство, стало лучше в стране. Власти готовы вкладывать большие суммы на благо общей победы. Но получить их должны те компании, которые смогут выполнить поставленные военными задачи. Мы готовы поддержать производство за счет бюджета. У нас нет времени. Нам они крайне необходимы, беспилотники. Поэтому, чтобы не ошибиться, куда вложить деньги бюджетные, мы должны выбрать это приоритетное направление. Промышленный комплекс «Кубани» развернул производство дрона в кратчайшие сроки. Первые партии предприятия «Края» уже доставили воденным. Образцы успешно прошли испытания в боевых условиях. Но нужно наладить полномасштабное производство техники. И не просто сборка, а выпуск своих же комплектующих – от батареек до двигателей. Привлекать к работе нужны специалистов из сферы высоких технологий. Совместно с одним из предприятий власти региона уже возводят первый IT-парк. Открытие планируется в 2025 году. «Мы сейчас говорим не про сборку. Мы и так собираем беспилотные летательные аппараты. А мы говорим про продукцию электронной промышленности. Это совсем другое. Готовы же вы работать над двигателем, над батарейкой, над программным продуктом, который должен отвечать вызовам, в том числе сегодняшней задачи и завтрашней». Краснодарский край обладает всем необходимым, чтобы стать одним из лидеров по производству беспилотных летательных аппаратов в России. В этом году на Кубани запускают новую меру поддержки – гранты на разработку опытных образцов беспилотников и продукции электронной промышленности. До 2,5 миллионов рублей на образец. Сейчас важно мобилизовать все силы кубанских предприятий, чтобы облегчить работу бойцам в зоне спецоперации. Производители дронов и военные работают в единой связке, чтобы беспилотники не подвели на поле боя.